Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов ящика ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за февраль месяц 2023 года. Тема статьи. Бережно относитесь к жизни, ценному дару Бога. Статья изучается на неделе с 24 по 30 апреля 2023 года. Она основана на стихе из Деяния 17.28. «Благодаря ему мы живем и движемся и существуем» цитата из перевода «Новомира». Данная статья в целом полезна, поэтому мы будем краткими. Ну а кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте, или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить и из Синодальной Библии. Каждый свидетель Иеговы понимает, что жизнь – это щедрый подарок Иеговы, поэтому к жизни нужно относиться бережно. Беспечность и легкомысленный риск с жизнью для свидетелей Иеговы недопустимы. Иегова с любовью дает нам все необходимое для жизни, однако все потомки Адама в этом веке смертны. К тому же, нашу жизнь может прервать случаи, а Иегова не совершает чудес для того, чтобы поддерживать и продлевать нашу жизнь. В подтверждение прозвучавших доводов, прочтите Римлянам 5 главу 12 и Клесиаста 9 главу 11 стихи. Бог ожидает, что Его служители будут сами заботиться о своем физическом и духовном здоровье настолько, насколько это возможно в несовершенном мире. Для правильного отношения к этому фактору можно прочесть Псалом 35 глава 10, Деяния 14 глава с 15 по 17 и 2 Коринфянам 7 глава 1 стихи. Почему нужно беречь свое здоровье и жизнь и как мы можем это делать, давайте вместе обсудим сегодня. Под заголовок «Цените подаренную Богом жизнь». Наше желание служить Иегове всей крепостью своей и отдавать образно свои тела в жертву святую – это одна из причин, почему нам важно быть здоровыми. Смотрите тексты из Марка 12 главы 30 и Римлянам 12 главы 1. Поэтому мы избегаем всего, что могло бы повредить нашему здоровью. Но, конечно же, делать это надо без излишнего фанатизма, иначе может получиться так, что мы посвятим свою жизнь не Иегове, а лишь только заботе о своем здоровье. Нужно быть реалистами и понимать, что, во-первых, здоровье молодости от преклонного возраста сильно отличается. Поэтому, когда мы стареем и начинаем болеть, не нужно огорчаться из-за того, что много делать в служении Иегове мы уже не можем. Надо радоваться тому, что мы еще хотя бы что-то для Бога делать можем. Во-вторых, сколько бы мы ни старались, мы не сможем полностью защитить себя от болезней, старения и смерти. Но если мы хотим заверить Иегову в том, что дорожим жизнью, подаренной нам, мы должны настроиться делать все от нас зависящее для сохранения своего здоровья. И, если придется лечиться, мы будем делать это богоугодным способом. Настрой оставаться живым для того, чтобы как можно дольше славить Бога, присущ был и царю Давиду, знавшему, что, находясь в гробу, Иегову уже ничем радовать не получится. Об этом Давид сообщил в своих строках в Псалме 6, главе 6 и в Псалме 29, 10 стихах. Его пример поможет и нам настроиться на то же самое, а утешением нам послужат знания о том, что Иегов оценит нас, несмотря на наше несовершенство, и что Он непременно воскресит всех, кто любит Его. Это мы точно знаем из 1 Коринфяна 15, главы 58 и Дианя 24, главы 15 стихов. Под заголовок «Избегайте вредных привычек». Библия – это не руководство по здоровью и правильному питанию, но в ней Бог наставляет и в этом. Например, Он побуждает нас избегать того, что вредит нашему телу. О печальных последствиях подавленного духа сообщается в Экклесиасте 11, главе 10 стихе. Значит, обжорство и пьянство, ведущие к болезням, для служителя Иеговы недопустимы. Решая, что и в каких количествах есть и пить, нужно проявлять самообладание и рассудительность. Помощь нам в этом даны тексты из притчи 2, главы 11, Луки 21, главы 34, 1 Коринфянам 6, главы 12 и 9, главы 25. Если нам нравится какое-то блюдо, но оно для нас вредно, мы не станем есть его. Мы должны достаточно спать, много двигаться, соблюдать гигиену и поддерживать чистоту в доме. Соблюдение этих элементарных правил поможет сохранить здоровье на многие годы. Под заголовок «Соблюдайте меры безопасности». Бог обязал свой народ соблюдать меры безопасности, предотвращающие от несчастных случаев дома и на рабочем месте. Эти меры записаны в Исход 21, главе 28, 29, а также в Таразаконе 22, главе 8 стихах. Если происходил несчастный случай со смертельным исходом, виновник, убийца, мог пострадать от руки мстителя за кровь. Такой закон практиковался на основании Второзакония 19, главы 4 по 6 стихи. Наказание ожидало и тех, кто нечаянно причинил вред нерожденному ребенку. Это мы знаем из исхода 21, главы 22, 23 стихов. Если мы будем соблюдать меры безопасности дома и на работе, мы тем самым проявим благодарность Богу за дар жизни. Например, мы должным образом утилизируем острые предметы, химикаты и медикаменты. И заботимся о том, чтобы они не попали в руки детям. Также мы с осторожностью обращаемся с открытым огнем, горячими жидкостями и электроинструментами и не оставляем их без присмотра. Мы не водим машину, когда наше внимание рассеяно из-за лекарств, алкоголя или недосыпания. И когда мы за рулем, мы не берем в руки мобильный телефон. Мы не всегда можем предотвратить ситуации, которые угрожают жизни. Особенно это верно в отношении стихийных бедствий, эпидемий и вооруженных конфликтов. Но когда такие бедствия происходят, мы все-таки можем снизить риски и повысить свои шансы на спасение. Каким образом? Если будем слушать указания властей в отношении мер предосторожности. Например, ношение масок, соблюдение карантина, комендантского часа, эвакуации, запаса продуктов, воды, лекарств и т.д. Основания для выполнения указов властей в этом ключе находятся в римлянам 13 главе 1 из 5 по 7 стихи. Соблюдая эти меры предосторожности, мы тем самым показываем, что дорожим жизнью ценным даром Бога. Во время чрезвычайных ситуаций также важно учиться отличать информацию, не верить всяким слухам и выбирать достоверные источники, например, сайты правительственных и медицинских учреждений, руководствуясь в данных случаях принципом из притчи 14 главы 15 стиха. Также старайтесь ориентироваться на местах, учитывая степень опасности для жизни. Пример войны в Украине показал, что если ждать руководства от руководящего совета, принятие решения уезжать из опасного места или укрываться в зале царства, то можно погибнуть. А если нам потребуется экстренная медицинская помощь, из-за ранения, болезни или несчастного случая, например, следует помнить о том, что свидетель Иеговы должен заботиться о сохранении своей жизни, но не любой ценой, как минимум не ценой нарушения заповеди Бога. Так как Иегова заповедал воздерживаться от крови, то соглашаться на переливание крови, находясь в здравом уме, было бы неправильно. Откройте, пожалуйста, тексты из Матфея 16, главы 25, Деяния 15, главы 28, 29, и также на эту тему вы можете посмотреть видео 1,68. На случай, если мы вдруг окажемся без сознания, стоит позаботиться о том, чтобы всегда иметь при себе специальный документ об отказе от переливания крови. Воля изъявления, свидетеля Иеговы. Если же нам приходится сталкиваться с лечением препаратами на основе фракций или элементов крови, решение стоит принимать на основании библейских знаний, здравомыслия и совести, то есть без фанатизма, понимая, что, например, в мясе, которое мы употребляем в пищу, фракции элементов крови содержатся не меньше, чем может содержаться в медицинском препарате. Об этом мы подробно говорили в видео 1,69 и 1,70. Можете посмотреть, кому интересна эта тема. Подзаголовок «Будьте благоразумны». Из чего будет видно, что мы благоразумны в вопросах здоровья? Из того, как мы относимся к своему здоровью и на что расходуем свою жизнь? Если мы благоразумны, мы, во-первых, не будем фанатами в беспокойстве о своем физическом здоровье и не будем уделять этому слишком много внимания. Во-вторых, в заботе о своем здоровье мы будем применять библейские принципы, как в том, чтобы вести здоровый образ жизни, так и в том, чтобы выбирать угодные Богу методы лечения, если мы будем нуждаться в лечении. В-третьих, наше благоразумие проявится и в том, что мы не будем навязывать другим свою точку зрения. Мы любим и уважаем братьев и сестер, даже если их решения отличаются от наших. Так мы считаем на основании текста из Римлянам 14 главы с 10 по 12. И в-четвертых, мы будем благоразумны в вопросах здоровья в том случае, если забота о здоровье не станет основным смыслом нашей жизни. Всегда следует помнить о том, что мы посвятили свою жизнь и Егове, а не тому, чтобы быть здоровыми. Тем более, что в этом веке рано или поздно придется расстаться не только со здоровьем, но и с жизнью. Этот факт записан в Римлянам 5 главе 12 и Евреям 9 главе 27 стихах. Поэтому, если мы настроимся на то, чтобы ценить верность Иегове больше жизни, это поможет нам претерпеть до конца и спастись, то есть остаться верными Иегове до самой смерти и воскреснуть в тысячелетии Иисуса Христа. Подробнее мы говорили на эту тему в видео 1.46А. Чего и себе и всем вам дорогие друзья, слушатели, читатели искренне желаем. И напоследок напоминаем, что только что прозвучавший материал вы сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы с сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.